здравствуйте рад вас снова приветствовать на нашем youtube-канале енот по стриму сегодня у нас на обзоре снова мозер машинка уже не новая и уже года два наверное выпущена на восемнадцатом году но тем не менее в россии все еще не очень распространена в том числе из-за дефицита и его привозить довольно мало сегодня на обзоре у нас мозер genio pro фейдинг эдишн до этого давненько уже у нас была просто genio pro отличия у машинок есть они в общем то не принципиальные но тем не менее есть небольшие отличия ну хорошо давайте посмотрим что же у нас сегодня в руки наши попала для начала как всегда упаковка упаковка стандартная для мозер снаружи у нас нарисована машинка рассказано про комплектацию что здесь у нас два сменных аккумулятора новые высокоточные фейдинговый нож от 0 5 до 2 миллиметров ну и сзади немножко поподробнее расписано комплектация хотя не точно расписано и какие-то основные характеристики перечислены на нескольких языках в том числе на русском языке с торца как всегда у нас указаны основные такие преимущества которые считает необходимым выделить у нас мозер это нож для фейдинга с регулировкой длины среза от 0 5 до 2 то что он быстросменный то что у нас целых два аккумулятора каждый на 105 минут работы это обороты 5 750 и что имеется систему поддержания оборотов ну это круто у тех же валовских машинок барберских этого нихрена до сих пор нет хорошо давайте распакуем и посмотрим что же у нас внутри упаковка стандартная для машинок последних серий внутри у нас макулатура инструкцию советую почитать возможно откройте для себя что то что не услышали в моем обзоре в комплекте у нас конечно же сама машинка с ножом в комплекте у нас зарядная сетевая подставка два аккумулятора масло писточка для чистки и насадки насадки в общем-то стандартный для моза но здесь есть такой вот момент некоторая путаница в комплекте с машинкой идет 6 насадок полтора три четыре с половиной 6 9 и 12 миллиметров но на коробке на самой сзади было нарисовано всего четыре насадки в инструкции пишется что насадки идут в комплекте 369 12 миллиметров на сайте на немецком если зайти официальный сайт mozr на немецком языке то там указано что идут четыре насадки но с размерами полтора три четыре с половиной 6 миллиметров то есть по факту комплектация отличается от любых описаний что на коробке что на сайте но слава богу отличается в лучшую сторону но сколько это продлится неизвестно поэтому при покупке уточняйте все-таки что же идет в комплекте какие насадки потому что mozr в любой момент может изменить комплектацию либо убрать большие насадки ну как большие девятку и которые в общем-то нужны ну либо еще что-то поменять но будем надеяться что полтора четыре с половиной останутся навсегда потому что машинка позиционируется как машинка для фейда хорошо про насадки поговорили насадки в общем-то такие же как всегда и были у mozr из качества bs пластика они все кругленькие нигде не цепляются не царапаются как дешманские китайские насадки они у нас просто сажаются в натяг никаких защелок ничего нет все по старому как всегда было у mozr ничего не изменилось да в общем то наверное не надо ничего не хорошо комплектацию мы с вами обсудили давайте теперь поговорим более предметно о самой машинке такая вот замечательная машиночка положим ее на коробку просто чтобы было поближе к камере получше видно итак машинка по сравнению с обычным genio pro не фейдинг эдишн который а который просто дженю про изменился цвет то есть главное внешнее отличие это цвет корпуса дженю про коричневый дженю про фейдинг эдишн у нас черный с такой вот белая краска в полосочку процент ничего сказать не могу кому-то он понравится кому-то нет мне более симпатичен был коричневый цвет я вообще не люблю черные вещи как-то это все довольно скучно но тем не менее эргономика абсолютно такая же как обычного дженю про очень удобно и отлично лежит в руке гораздо лучше чем было у старого дженю плюс про который давно уже пора забыть ну в руке лежит хорошо удобно баланс отличный все прекрасно нож нож на этой машинке впервые у нас появился такой фейдинговый нож отличие от стандартного мозоровского ножа то что они немножко сточили ему профиль то есть это в общем то тот же самый мозор magic blade который у них уже сто лет существует просто они его папки сали немножко чтобы вот это вот линия стала более длинной чтобы нож стал более тонким не 0 7 0 5 миллиметров ну и за счет этого им должно быть удобнее делать фейды насколько это так ну я думаю люди которые уже попробовали в работе именно его вам подскажут на мой взгляд до нож отличается не сказать чтобы феноменально но тем не менее профиль другой у него должны немножко измениться его повадки также есть у нас регулировка как на всех озерах она расположена в задней части ножа то есть такой бегунок на пять позиций от 0 5 до 2 миллиметров до 2 миллиметров ширина ножа 46 миллиметров поэтому подходит сюда не только мозоровские насадки но и остер и отряда других машинок нож быстросъемный здесь закрытая конструкция примерно так же как у мозор ли про машинки насколько это хорошо мне сложно судить с одной стороны волосы туда меньше попадает с другой стороны если не туда попали выковырять их сложнее чем на ноже он же не про обычно где здесь открытая конструкция поэтому легко все выметается ножи хорошего качества это хорошая мозоровская сталь это не валовские ножи которые купятся довольно быстро и часто вообще кривые приходят завода поэтому но есть надежда что этот нож проходит не год а лет пять в отличие от допустим wall magic clip дальше что еще нужно рассказать вторая по важности деталь в машинке после ножа это конечно же мотор мотор здесь стоит достаточно мощный четыре с половиной вата 5750 оборотов роторный тихий вибрации у этой машинки довольно небольшие конечно же выше чем у джиннио про который не фейдинг а который коричневый поскольку добавили оборотов но тем не менее вибрации значительно меньше чем у тех же валовских машинок допустим дальше что необходимо отметить машинка это не работает от шнура она работает только от аккумуляторов но таких аккумуляторов здесь два соответственно если у вас аккумулятор сел вы просто втыкаете зарядную станцию пока он заряжается вы берете 2 аккумулятор уже заряженный втыкаете в машинку и продолжайте работать причем работает от аккумулятора 105 минут а заряжается аккумулятор полностью всего за 80 минут то есть пока вы одним аккумулятором работаете 2 у вас полностью зарядился постоял отдохнул остыл и готов к работе при этом вы помните же что мы работаем машинка не непрерывно там грубо говоря 5 минут поработали и потом она полчаса у нас простаивает получается что вот этих 105 минут одного аккумулятора вам скорее всего будет хватать больше чем на смену даже при относительно плотной записи но если он разрядился у вас всегда есть второй аккумулятор который полностью заряжен индикация индикация расположена непосредственно на аккумуляторе на самой машинке а вот аккумулятор выдернуть никаких лампочек ничего нет потому что они в общем то самой машинки и не нужны индикация расположена у нас на аккумуляторе если аккумулятор у нас имеет заряд при работе он у нас зеленый если аккумулятор уже разрядился пора поставить его на станцию он у нас загорится красным и на зарядной станции наоборот пока у нас горит красный огонек значит он еще заряжается как только загорелся зеленый значит все он полностью зарядился готов к работе сразу же выдергивать его зарядки не обязательно он может стоять там дальше хранится ничего страшного с ним от этого не случится аккумуляторы здесь используется литий-ионный поэтому в принципе в теории его можно подзаряжать в любой момент допустим там не знаю вы работаете на два салона и станция зарядного стоит в одном салоне а во вторую бегать только с машинкой можно на всякий случай в конце смены зарядить оба до упора аккумулятора взять их с собой второй салон там поработать хорошо аккумуляторы емкие долговечные все с ними отлично индикация довольно удобная читаемая красные зеленые огоньки вы не испутаете вес машинки порядка двухсот восьмидесяти граммов с ножом с аккумулятором это в общем это стандартный вес все профессиональные машинки такого класса с мотором такой мощности весят примерно там 260 290 граммов но исключая всяческие извращения с металлическими корпусами которые весят больше 300 граммов но это отдельная песня но хороший пон дороже денег кто-то хочет страдать пускай страдает и работать тяжелой машинкой хорошо все рассказали вроде бы нечего добавить давайте попробуем резюмировать машинка хорошая возможно даже отличная это новый мозоровский продукт где они постепенно эволюционируют становится все лучше хотя оказалось бы уже и некуда здесь стоит у нас мощный мотор здесь у нас стоят емкие аккумуляторы которые к тому же целых два и которые можно подзаряжать в процессе работы я бы поставил этой машинке отметку отлично за нож за аккумуляторы за мотор она подойдет у нас как для фейда так и для снятия массы причем она подойдет как и для мастеров которые работают с мужчинами совсем чуть-чуть так и тех кто работает на потоки по полной поскольку система с двумя аккумуляторами позволяет работать непрерывно не переживая заряде ценник в общем то не сказать чтоб какой-то заоблачная на немножко дороже большинства других машинок мозор но не фатально примерно там на 20 процентов дороже чем классический chrome style да и примерно на уровне остальных новых машинок мозор к покупке я ее могу смело рекомендовать со всех сторон эргономика шумность мощность нож все здесь отлично если вдруг я что-то забыл рассказать про эту машинку не стесняйтесь спрашивать в камин